Всероссийский проект «Школьная лига лекторов» стартовал в последние числа августа. До 31 октября по заявкам набралось 400 юных конкурсантов в возрасте от 14 до 17 лет. Каждый из них выбрал свою тему выступления из 8 тематических направлений. В полуфинал прошло всего 100 лучших. Среди них Ксения Хрусталёва из Ульяновского многопрофильного лицея номер 11. Инициатива участия в данном конкурсе исходила не от нас. То есть инициативу проявили сами учащиеся. Наши учащиеся очень активные, ответственные и практически всё делали самостоятельно. Да, кураторы их направляли, помогали, но в основном основную работу Ксения делала самостоятельно. Как только Ксения узнала о конкурсе, незамедлительно подала заявку на участие. Подготовка материала заняла две недели, после чего девушка блестяще преодолела два первых этапа. В первом нужно было отослать видео-версию выступления. Во втором – предстать перед жюри и зрителями онлайн. Моя лекция будет об интересных вопросах культуры. Её я делала полностью сама, и, как мне кажется, она получилась очень увлекательной. Даже когда я выступала перед экспертами, было видно, что они удивлены, многое не знали они. И даже когда я разрабатывала лекцию, о многом узнавала впервые. За плечами у Ксении большой опыт выступлений, перед аудиторией. Она всегда стремилась найти что-то интересное, развиваться и использовать все поступающие возможности, с энтузиазмом приступая к каждому проекту. Активность, эмоциональность, желание проявить себя было у Ксении давно. Поэтому буквально с пятого класса мы участвовали с ней в различных конкурсах. Это были конкурсы театрального мастерства или конкурсы художественного слова. Участие это хорошо, а результат ещё лучше практически везде, где участвовала полуфиналистка школьной лиги лекторов. Она становилась либо победителем, либо призёром. Чтобы не портить статистику, к следующему этапу Ксения уже готовится представить новую лекцию. В нашем Приволжском федеральном округе полуфинал пройдёт в Казани. И всего 40 сильнейших конкурсантов перейдут в финал, что пройдёт в топовых вузах Москвы в очном формате. Александр Злобин, Юрий Давыдов, репортер 73.